Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пары индексов на предстоящий день. Вторник, 12 декабря, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллара. Пара евро-доллара вчера смогла закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели в пятницу, отметка 1.1774, и на текущий момент у нас сформируется в рамках часового таймфрейма восходящее движение с целями на отметку 1.1932 и далее на 1.20. В свою очередь, если пара евро-доллар сможет уйти ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.1728, то уже вероятно отмена данного восходящего сценария и возврат уже вновь к продажам. По паре британский фунт-американский доллар у нас также тенденция сохраняется восходящая после обновления максимальной значения, которую мы видели в четверг. Пара несколько скорректировалась, но пока мы торгуемся выше минимального значения 7 декабря, отметка 1.3327, то тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. Также она на текущий момент совпадает и с более крупным. Поэтому в том случае, если пара британский фунт сможет закрепиться ниже отметки 1.3321, то уже вероятно развитие нисходящего сценария в рамках часового и старших таймфреймов. Пока торгуемся выше данного уровня, приоритет остается также к покупкам. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели – это уйти выше отметки 1.2932. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях понедельника. Это отметка 1.2830. Если паре удастся закрепиться ниже данного уровня, то уже вероятно развитие нисходящего сценария с целями движения на отметку 1.2633, минимальное значение, которое мы видели на прошлой неделе. Практически такая же картина с парой. Американский доллар, японская иена. Тенденция на укрепление на текущий момент сохраняется. Ближайшие цели – это обновить максимум, который был зафиксирован вчера в области 113.68, далее пойти на 114.32. Возврат к продажам, а значит завершение восходящего тренда, будет в том случае, если мы увидим данную пару ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, а именно уход за уровень 113.23 с целями на 112.17 и на 110. Пара австралийский доллар, американский доллар, вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это была отметка 75.32, что в свою очередь нас возвращает к коррекционному восходящему сценарию по данному активу. Ближайшие цели по движению у нас находятся в области 75.76. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях пятницы и понедельника. Это отметка 75.02, то есть отмена покупок произойдет в том случае, если австралийский доллар уйдет ниже отметки 75.02. Еврофунт вчера смог закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу, что в свою очередь нас возвращает к сценарию восходящего, но мы подошли к следующему уровню сопротивления, который находится на отметке 88.43. Практически всю прошлую неделю стояли вблизи данного уровня и пара не могла его преодолеть. В том случае, если нам удастся преодолеть его в этот раз, то уже вероятность продолжения восходящего движения будет более вероятной с целями на 0.9036 и далее на 91. По золоту тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели – это движение, во-первых, закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1240 долларов за тройскую инсу и далее уже пойти на 1220. Возврат к покупкам по данному активу произойдет в том случае, если мы видим золото выше отметки 1251 доллар за тройскую унцию. Биткоин продолжает торговаться только вверх. Вчера мы видели вновь исторический максимум, доходили до отметки 17368. Тенденция на укрепление сохраняется. Именно там сейчас находится и ближайшее целевое движение. Ну а пока ближайший разворотный уровень мы можем расположить на минимальных значениях понедельника. Это отметка 14269. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под комментарием к этому видео. И если вам оно понравилось, было для вас полезным, то обязательно ставьте лайк. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok